Я хочу от сложного к простому перейти и показать вам одномерное, так сказать, измерение успешности. Вот на мой взгляд, сколько бы мы ничего не говорили там, а чем больше будет заинтересованных агентов в этом деле принимать, и будет больше финансирования, тем будет больше индексов и всякой химии вокруг этого. Вот проблема успешности, на мой взгляд, определяется не тем, что сегодня происходит, а все эти индексы считаются вот здесь и сейчас. А имеет ли будущее или не имеет будущее? Так вот я считаю, что по коэффициенту рождаемости, вы видите, красненьким кубиком отмечен интервал замещения поколений. Впереди идут рожжированные по рождаемости Индия, Малайзия, Иран, Бразилия, Турция. Я считаю, что вот только эти страны имеют будущее, и они на сегодняшний день могут рассматриваться как успешные. Все остальное, все остальное, что касается интервала замещения, там Азербайджана, Китина, Чили, это вообще временное состояние. И как правило, из него все планируют сюда дальше вниз, вверх, никто не поднимаешься. А США, Китай, Россия, Франция, Грехопритания, Япония и Германия вообще не имеют будущего. Не имеют в принципе будущего. Независимо от всей успешности и сколько они вкладывают в здравоохранение и так дальше. Вот ожидаемая продолжительность жизни, на мой взгляд, вот она самая низкая в этой табличке этих государств в Индии. Я думаю, у нас и в Индии она близка к реальности. То, что происходит в Соединенных Штатах, эти 70-80 лет там, в Великобритании 79 лет, это все, мягко говоря, насилие над людьми. Это система здравоохранения, о которой нам тут сказали, в которую вкладываются деньги. Она не дает людям умирать и поддерживаются головы мертвые. Отсюда проблема эвтаназии, там получает развитие и так дальше. Эти вещи, ведь вы понимаете, что каждый платежеспособный американец заканчивает свою жизнь в богаделье. До тех пор, пока он может двигаться как турист по миру, он двигается. Но когда приходит время, это 75-80 лет, он продает свой дом, за который работал, и идет в богадельник. И с него там выкачивает все, что можно. И до тех пор, пока можно, если у него есть деньги, ему не дадут умереть. И это, конечно, накручивает будь-будь, как все там. Что касается ВВП, и так на самом деле, последняя колонка у ельный вес иммигрантов. Она, конечно, очень тесно связана с ВВП, который здесь толковался. И этот вопрос тоже не обсуждается. ВВП это очень хитрый показатель. Он рассчитывается на душу населения. А, как правило, люди, которые не являются гражданами, на них это все не рассчитывается. Тех же Соединенных Штатов, в структуре рабочей силы, на каждый данный момент почти половина людей, создающих этот продукт, на них это не рассчитывается. А в странах Арабских императов это 70% вообще. Но если в Соединенных Штатах 5 лет, там, в Европе, туда-сюда, крутить, там, что-то можно выкрутить, то в странах Арабских императов вообще ничего не это. Ты работал, получил, и бывает, Вася. А все рассчитывается только на граждан этой страны. Так что здесь вообще столько проблем и столько рисков, что можно как хочешь все это дело раскрутить. Но реальность состоит в том, что, конечно, надо считать не по продолжительности жизни, а по смертности. Смертность это более реальность. Смертность и рождаемость. И естественный прирост. Если они есть, проблема здесь не социальные дела наши, а проблема биологии. Мы все же социально-биологические существа. И если мы не будем заботиться о воспроизводстве населения, а будем говорить о народосбережении, что это народосбережение? На самом деле считается это рождаемость. Что это народосбережение? Ну и что в Америке сберегает народ? А где они? Они под этим красны. А про Японию и Германию я уже и говорить не хочу. Вы же сами видите, что это не фантазии и все. Вы смотрите, даже если кто и не был там, вы смотрите Евроньюз и видите, кто там сейчас дикторы. И кто ведущий по всем программам. Вы смотрите Евровидение и вы видите, кто представляет Великобританию, Германию, Швеции и так дальше. Это же все не от хорошей жизни, какие там французы сейчас, африканского происхождения. Это же все не от хорошей жизни. Сам факт президента Франции предыдущего, да и тот, что и сейчас есть, у него тоже все там, он голландец. А он же у того корни венгро-алжирские, да еще и там с третьими премесями. Это же все не от хорошей жизни идет. Просто я думаю, что проблема успешности, и сейчас еще одну минуту, среди стран, на мой взгляд, успешных, по моей оценке, Турция. Вот здесь говорилось о том, что Османская империя в 19-м году была больна. В начале 20-го с ней покончили. Сейчас начало 21-го. Не прошло, как говорят в народе, полгода. А что мы имеем? Турция это правоприемник Османской империи. И Турция, во всяком случае, в моих рассуждениях, но и кто бывал там, тот тоже видел, это же недалекое прошлое. И кто знает, как у нас она в инвестициях участвует, в строительстве и так дальше. Турция это процветающее государство. Одно и немного процветающее государство, реально. Иран, это уже при жизни нашей поколения, реза пахливи, вообще чудом туда-сюда, эти маджахеды и прочее, и прочее. А что в результате? Иран выглядит вполне-вполне приличным. В полном смысле конкурентоспособным. И еще так мозги промывает этой шестерки, что будь-будь. Я уже не говорю о Бразилии, которая вообще страна мигрантов, которой вообще сложно что-нибудь нам говорить, это же как и Соединенные Штаты. Но только в Бразилии доля коренного населения, там не было просто такого террористого населения, как в Соединенных Штатах. Велика доля коренного населения, но ведь это индейцы. А все остальное население пришло. И они создают свой мир, и я думаю, что именно этот фактор учитывать, простой, но очень важный в биолого-социальном смысле, нам надо все умирать. Спасибо большое. Спасибо.